Как вы думаете, что произошло? Меня спалили, меня спалили, отняли у меня заработок вообще за эти дни. Всем привет, мои котики! С вами Эка Емили, и сегодня я снимаю для вас домашний влог. Сегодня мы с вами будем убирать все зимние вещи, уберёмся у меня в комнате. В общем, я надеюсь, что видео получится интересным, и, как вы заметили, хорошее качество. А почему? Потому что я снимаю на свою зеркалку Canon. Я посмотрела видео, по-моему, Юлии Годуновой, и я смотрю, что она снимает на Canon даже домашние влоги. Я думаю, блин, а чё ж я-то на телефон? Но здесь просто проблемы с фокусом и все дела. Но ничего, немножко помучаюсь, зато вы будете видеть классную картинку. А ещё мне, кстати, нужно пойти в салон на лазерную эпиляцию, но я боюсь это делать, потому что сейчас очень плотная запись в салоны, и вы представляете, после такого карантина, сколько людей сейчас попрутся в салоны. Это небезопасно, я думаю, тем более после того, как государство сняло ограничение, получается, что число заражённых чуть-чуть увеличилось. Вот, я на самом деле побаиваюсь того, что сейчас начнётся новая волна, возрастёт число заболевших. Я, конечно, этого не хочу, но я всё-таки боюсь, предпочитаю сидеть в домике, дома, и никуда не выбираться без особой надобности. Как вы знаете, я хожу на лазерную эпиляцию, и я вам говорила, что именно на лице волосы они не проходят. То есть, если что касается ног, рук, то здесь вообще ничего не растёт уже на протяжении двух месяцев, а вот на лице дела плохи. И тем более, знаете, как-то странно, они растут, растут островами, и это выглядит просто ужасно, то есть нету-нету волос, и вот здесь, например, такой остров с волосами. Я для вас сняла и смонтировала видео, оно у нас загружается на YouTube, а пока что я приберусь к комнате, соберу постель и все дела. Мы, короче, вчера, ребята, помыли, погладили и повесили занавесочки. Они у нас просто были уже серыми, а сейчас смотрите, какие белые аккуратные они стали. Вот такая вот у меня комната. Я вам ссылочку, кстати, оставлю на рум-тур, посмотрите. Старое видео, конечно, но всё равно интересно получилось. Дальше я беру вот такие вот влажные салфетки, сами обычные. Просто мама немножко туда ещё добавила спирт, и начинаю протирать всю свою косметику и полки в целом. Обычно, когда я это делаю, я ещё и ставлю себе на телефоне чей-то прямой эфир. Обычно это Юлия Ефременкова. Она в последнее время очень часто заходит в прямой эфир в Инстаграме. Это бывшая участница дома, давай, теперь уже и ведущая, бывшая тоже, да. Мне она очень интересна, она мне импонирует. И вообще я люблю, чтобы всегда на фоне у меня что-то было. Ну, не влоги, а вот что-то разговорное. Либо это мукбанг с какими-то интересными историями. Посмотрите, какие классные у меня есть пончики. Все, кстати, спрашивают, что это. Это от Makeup Revolution. Здесь есть хайлайтер, бронзер, тени. А вот эти тени, они вообще обалденно пахнут. Вот они. Мне, кстати, уже который раз снится, что типа я беру свой тональный или беру свой хайлайтер, и он протух. Я не знаю, с чем это связано. Один раз во сне я типа вот так вот подхожу к этой полке, беру свой любимый хайлайтер, и он прям черный. Я спрашиваю маму, почему он черный? Мама мне говорит, ты вышла замуж, эти хайлайтеры здесь лежат год уже, и, естественно, они протухли. Я такая в шоке, в смысле протухли. Хайлайтеры, сухие текстуры, они не имеют срока годности. Да даже если имеют, он не истек, и почему он стал черный? Вот который раз мне уже снится что-то, связанное с косметикой, со сроками хранения и так далее. Не знаю, с чем это связано. Я просто перед сном всегда смотрю бьюти-блогеров, может быть, из-за этого. Но для меня удивительно, что уже который раз, третий раз, мне снится вот что-то наподобие. Здесь у меня, кстати, лежит бижутерия, который я уже сто лет не пользуюсь, не ношу, и подзарядное устройство. У меня всегда что-то где-то не в тему лежит. Это моя особенность. Здесь именно какие-то крупные вещи, какие-то браслеты и так далее. Пусть лежит вот здесь. Хотя на улице почти зима, но все-таки на календаре уже май, через два дня. Поэтому можно убрать все зимние вещи. Я надеюсь, что погода будет с каждым днем все лучше и лучше. Нужно будет одевать футболочки, шортики и так далее. Поэтому давайте разберем мой шкафчик и уберем все зимние вещи куда-то далеко под кровать. И забудем про них на три месяца. И так далее. Ребят, меня просто жутко раздражают вот эти одеяла, которые лежат наверху моего шкафа. То есть, по идее, их-то особо и не видно. Но когда я снимаю влоги, когда я ставлю камеру на окно, и вот в таком вот ракурсе их очень даже видно. Это смотрится некрасиво. Поэтому это я хочу сейчас ликвидировать отсюда. Уложила все свои зимние вещи вот так вот. Вот самая верхняя полочка, куда даже рука не тянется. Здесь некоторые базовые вещи у меня остались. Но я их пока что убирать не буду. Вдруг будет холодная погода и мне захочется. Дальше здесь у нас обувь. Обувь, которую я, например, не ношу. Вот эти вот туфли я носила всего один раз. Они просто так лежат у меня в гардеробе, ребят, в инстаграме. Кому надо, пишите. Размерчик маленький у меня, 37. Вот если кому-то нужны такие туфли на высоком каблуке, напишите мне в инстаграме. С удовольствием подарю. Вот. Просто я не знаю, куда девать. Мне их выбрасывать жалко. А одевать я тоже точно не буду. Они очень, как сказать, неудобные для меня лично, да. Лучше подойдут для какой-то съемки и фотосессии. Вот. Да и вообще вот эти ящики здесь я хочу разобрать. Все, что не нужно, выброшу. Все, что нужно, буду носить, отнесу в прихожую. Короче, будем разбираться. Дальше вот такие вот туфельки. Казалось бы, классные от БАТ. Они кожаные, стильные, смотрятся интересно, удобный каблучок. Но вообще не мое, не ношу. Мне их подарили. Вот что вы делаете с такими вещами? В квартире просто нету места. Вот эту штуку, которая лежит на кровати, вот эту вот синюю, ее убрать не получилось, потому что нету больших пакетов, мешков, куда можно это все засунуть и отправить на балкон. К сожалению, нету, когда купим баулы. Вот тогда и уберем, пока что придется смотреть на эту картину. Вот. Также, кстати, у меня есть идея. В общем, видео заключается в том, что перед нами будет три тарелки. Например, мясо. Например, курица. Будет сырая, вареная и жареная. И мы вытаскиваем бумажку. И кому попадется сырая, например, должен кушать сырую. Кому попадется жареная, тот ест жареную. Кому вареная, вареная, тот должен кушать вареную. Это будет такой челлендж и будет прикольный приз. Но я так думаю, я куплю коробку. Заполню ее вкусностями, заполню ее косметикой. Не знаю, что именно будет в этой коробке, но какой-то такой, знаете, интересный приз будет. Вот. И я нашла подписчиц. Двух даже. И они даже не знали о призе. Они уже были готовы. Да, круто. Айка, давай. Мы списались в инстаграме. Они мне точнее написали. Я это увидела. Но сейчас такая проблема. Я не могу найти их инстаграм, с которого они мне писали. Я просто перерыла все сообщения. То ли я нечаянно удалила. То ли так много сообщений. Я просто часто в инстаграме кому-то отвечаю. Поэтому там прям завал. В общем, девчонки, если вы меня смотрите, обязательно кто-то из вас напишите, пожалуйста, мне в инстаграм. Потому что я думаю, что этот формат просто взорвет. Я уверена, что вам понравится такой челлендж. И классный приз. Ну, приз не супер дорогой, я согласна с вами. Это не последний айфон. Но мне кажется, подписчику будет приятно что-то получить от меня. Даже, может быть, какую-то мелочь. Тем более, я сама покупаю это все на свои деньги. Обычно, когда блогеры делают гибэвэй, и вам нужно, например, подписаться на 106, на 110 человек. То есть здесь блогер ничего своего не вкладывает. Наоборот, он с этого зарабатывает. То есть все эти люди, например, 100 человек, да, они скидывают блогеру по 40 тысяч. Ну, обычно это миллионники, да, по 40 тысяч. 100 человек, каждый по 40 тысяч. Это сколько получается, ребята, из этих денег, с половиной этих денег, блогер покупает эти призы. И потом уже оставшиеся деньги он, конечно же, берет себе. И вот эти призы потом уже разыгрываются. То есть это как бы такой бизнес. Мне тоже в инстаграм писали. Не хотели бы вы раскрутить свой инстаграм и поучаствовать в гибэвэй. Я спросила, сколько это стоит, мне сказали 42 тысячи. И я подумала, нахрена мне это надо, 42 тысячи платить, не знаю, за это гибэвэй. И типа там будет приход 20 тысяч подписчиков. Но мне, знаете, не главное вот эта цифра, которая там стоит. Самая главная активность аудитории. Я поэтому специально в инстаграме даже не накручиваю подписчиков. Иногда заходишь на страницу, смотришь, о, миллион подписчиков. Смотришь на лайки, 8 тысяч лайков. И ты такой в шоке. Откуда? Просто откуда? И это тупо, это смотрится как-то глупо, мне кажется. Зачем? Например, в ютубе вы вообще не накрутите подписчиков. Если вы захотите это сделать, все, капут в вашей карьере. И вы ни хрена ничего никогда с ютуба не заработаете. Ютуб к этому ко всему относится очень серьезно. И вот когда кнопку мне давали, они все это еще раз перепроверяли. И проверили, что ни одного накрученного подписчика у меня нет. Кстати, еще такой момент, я вам скажу, я еще жулик, еще тот. Когда у меня только появился канал, я хотела, чтобы росли просмотры. И у меня только появилась монетизация. Я на работе в одной из вкладок, я просто открытую вкладку оставляла. И крутила сама свои ролики. И просматривала сама свою рекламу. И как вы думаете, что произошло? Меня спалили, меня спалили, отняли у меня заработок вообще за эти дни. Но там, знаете, просто были такие цифры. Доллар, полдоллара и так далее. Просто я думала, что вот такой вот искусственной накруткой как бы мои видео пойдут вперед. Классно, все будет круто. Оказывается, они все это легко могут вот так вот вычислить, что это IP-адрес один и тот же. И ты сам себе сидишь и накручиваешь просмотры, просматриваешь рекламу длиной в три минуты. Кто будет смотреть эту рекламу? Глупо же, не правда ли? Вот, поэтому, кто хочет заняться блогерством, ютубом, в частности, я не рекомендую. Ни в коем случае. Ни в коем случае. У меня еще соседка так на меня посмотрела. Я сижу, разговариваю с камерой. И она так открыла окно, посмотрела на меня. И обратно зашла. Посмотрю на нее. В общем, что я хотела вам еще сказать. Потом, что касается... Вот вы замечаете, крупные блогеры никогда не рекламируют других блогеров. Они рекламируют другие какие-то, не знаю, там, магазины рекламируют, там, не знаю, какие-то бренды, что угодно, но не других блогеров. Потому что это нецелесообразно. Почему? Во-первых, это ответственность. Вдруг не подпишутся люди. Во-вторых, это делают в основном те блогеры, у которых нету больше ниоткуда заработка. То есть крупные бренды с ними не сотрудничают. Никто у них рекламу не покупает. И они вынуждены покупать рекламу у тех же блогеров. Получается, у своих конкурентов. Я вам объясню такую вещь. Например, я блогер, вы меня смотрите, правильно? Я вам порекомендовала другого блогера. И, следовательно, ваше время делится на два. То есть вы уже не успеваете каждое мое видео смотреть. Вы смотрите еще и блогера, которого я вам порекомендовала. И тем самым я теряю в просмотрах, правильно? То есть я просто теряю аудиторию, когда рекламирую другого блогера. Мне очень, очень, очень часто, особенно за последнее время, как будто люди просто не смотрят мои видео, мне предлагают начинающие мукбанкеры. У них по 5 тысяч. Может, вы их знаете. 5, 7, 8 тысяч подписчиков. И спрашивают, сколько стоит реклама YouTube-канала. Сколько стоит. Там, не знаю, влоговый канал. Это любые каналы. Я не делаю рекламу никаких каналов, потому что это невыгодно для моего канала. Вы когда-нибудь видели, чтобы такие крупные блогеры, как Пушман, например, не знаю, кто у нас там, Катя Адушкина, Мария Уэй, они рекламировали чей-то канал. Например, подпишитесь на моего друга или подпишитесь на того-то. Как вы видите, такое не происходит. Я готова, ну, не зарабатывать эти деньги. Мне даже предлагали 50 тысяч за рекламу канала. Но я решила отказаться, потому что это моя аудитория. Я боюсь ее потерять. Дело же не только в деньгах. То есть любой блогер, он не блогер, если у него нет аудитории. Все элементарно просто, понимаете. То же самое вот Рома Желуди. Его все хейтили. Он говорил, да ладно, ой, хейт и хейт. Пошли все в жопу. Или вот Марианну Ро, например. Все ее хейтили, она такая, ой, да пошли они, кто они тайки. Самое главное смотрит. А вот бац, и не смотрит. А дальше что делать? Поэтому, знаете, все здесь не очень стабильно. И нужно быть аккуратным. И как-то стараться правильно себя вести. Если вам вообще интересно вот такие вот какие-то тонкости про YouTube, как, что, почему некоторые видео выходят в рекомендованные, а какие нет, вот что я знаю. С этого я могу вам отдельно рассказать в отдельном ролике, почему кто-то выходит в рекомендации, а кто-то нет. Тут просто есть такой момент, как удержание аудитории. Самое главное это удержание аудитории. То есть, если у вас нет удержания, то в следующий раз в рекомендованных в YouTube вы не выходите. Потому что YouTube тоже невыгодно предлагать своим зрителям какое-то дурацкое видео, с которого они выйдут и, например, перейдут на какую-то другую соцсеть. Понимаете, в чем суть? Вы улавливаете. И покупать, например, рекламу напрямую у YouTube, например, это тоже невыгодно. Вы просто покупаете эти просмотры и в результате получаете очень слабый результат. Лучше всего просто пилить качественный, хороший контент и как-то полюбиться зрителю. Можете рассказать что-то личное. Например, есть блогеры, они рассказывают про развод, например, или как я переболел коронавирусом. Что-то личное вы рассказываете, и тем самым человек, например, может полюбить вас и продолжить вас смотреть. Как-то так. В общем, если вам интересно тонкости YouTube, я готова об этом вообще часами рассказывать. Обязательно пишите в комментариях. Все подробно расскажу и покажу. Продолжение следует... Продолжение следует...